Для этого урока нам с вами понадобится наш любимый пилатес-болл. Будет хорошо, если для этого урока он будет достаточно сильно надут. Первое, что вы делаете, вы аккуратненько, по всем правилам безопасности, ложитесь на спину и кладете мяч себе между коленей. Если у вас нет мяча, вы можете использовать любую подушку, но такую, чтобы она была достаточно большого размера. Мы сейчас на выдохе, никакого движения у нас сильного не будет, будет просто внутренняя работа. Вам на выдохе нужно коленями сдавливать мяч и одновременно стопами как будто тянуть коврик друг к другу. Прям в гармошечку хотите собрать стопами пол, но не отрывая пальцы ног, никуда не переворачивая пятки. Поясница лежит хорошо на полу, но так, что под поясницей лист бумаги мог пройти. Не пытайтесь выгибаться, но и не вжимайте слишком сильно спину сейчас. Найдите такое нейтральное положение. Мы делаем следующее. Вы на выдохе сжимаете сейчас мяч коленями и одновременно с этим вы подтягиваете мышцы тазового дна сильно, насколько это возможно, внутрь на 3 секунды. И на вдохе мы полностью расслабляемся, отдыхаем. То есть сейчас у нас будет с вами 6 повторений, таких, когда вы на 3 секунды сжимаете и на 3 секунды отпускаете, расслабляетесь. Итак, поехали. Вы можете положить руки себе вот сюда на поперечные мышцы живота, чтобы убедиться, что у вас напрягаются именно мышцы и пальчики выталкиваются наверх. Мы на выдохе. Сжимаем мячик. Не сильно, нет задачи его прям лопнуть. Ваша основная задача подтянуть мышцы тазового дна и дать активность внутренней поверхности бедер. Сжимаем, 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 вдох, расслабляем. Снова выдох, сжимаем, 3, 2, 1, вдох, расслабляем. Снова выдох, собираем зону промежности в кулак, собираем внутреннюю поверхность. Немножко стопами тянем коврик, гармошечку, вдох, расслабляем. Еще три. Сжимаем, сжимаем, держим, чувствуем работу во внутренней поверхности. При этом поясница должна быть комфортной, поясница не должна вот этого делать. Расслабились. И еще. Тазовое дно подтягиваем, внутреннюю поверхность бедер, расслабляемся. И последний. Собираем, держим напряжение, как бы так на пик поднялись. И плавно вдох, опускаемся. Сейчас у нас будет следующий режим. Будем с вами ступенчато подниматься. Мы слегка сжали мяч, сильнее сжали мяч и очень сильно сжали мяч и тазовое дно. Держим 3 секунды и плавно расслабляемся. На каждой этой ступеньке мы 1, 2, 3, 1, 2, 3. И еще сильнее 1, 2, 3. И полностью отпустили, расслабились. Тоже 6 повторений таких. И поехали. Выдох. Собрали на немножко, 2, 3. Еще дожали мячик, подтянули тазовое дно, 2, 3. И совсем сильно сжали, держим и тазовое дно, и внутреннюю поверхность бедер. И вдох. Полностью расслабляемся. Еще раз. Выдох. Чуть-чуть сжали. Еще чуть-чуть сильнее сжали. Держим, 2, 3. И совсем сильно сжали. Здесь поясница может немножечко больше уйти. Полностью расслабились. В нижней точке поясница может больше прижаться. И опять. Раз, два, три. Раз, два, три. И сильно сжали. Раз, два, три. Полностью отпустили. Еще. Раз, два, три. Сжимаем опять. Бедра уже могут начинать трястись у кого-то. Раз, два, три. Отпускаем. И последний. Раз, два, три. Сжимаем. Еще чуть-чуть сжимаем. И последний раз максимально сильно сжимаем. Раз, два, три. И полностью отпускаем. Хорошо. И последнее у нас осталось. Мы сейчас делаем с вами сильное сжатие. Медленно поднимаем таз вверх. Держим при этом и внутреннюю поверхность бедер. И подтягиваем немножко мышцы тазового дна. И подкручиваем копчик туда наверх. Раскрывая переднюю поверхность бедер. Потом плавно опускаемся вниз. И расслабляемся. Здесь будет работать все. И задняя поверхность ног. И ягодицы. И внутренняя поверхность бедер. Еще раз. Сжали мяч. Приподняли таз. Держим. Раз, два, три. И плавненько опустились. Снова. Раз. И поднялись. Поднялись наверх. Два, три. Плавно. Опустились. Опустились. И еще подкрутили таз. Раз, сжали мяч. Держим. Держим. И внутренняя поверхность бедер активируется. И тазовое дно. И руками проверяем, что мышцы пресса активны. Опускаемся вниз. Расслабились. И последний раз сжали мяч. Приподняли таз. И плавненько опустились. Сейчас также, если устали вдруг, ноги задней поверхности бедра, можете потянуться ногами вверх. Немножко их расслабить. И мы также держим мяч между коленей. Таз приподнимаем совсем немного. И мы будем сейчас двигаться с вами, удерживая мяч, тазом по кругу и рисоваясь, как будто круг в пространстве. Поднимаем. Опускаем. Поднимаем. Опускаем. Три круга в одном. И поменяем направление в другую сторону. Вверх. Вниз. Вверх. Вниз. И медленно, плавно опустимся. Мяч по-прежнему останется у нас между коленей. Но руки мы уберем сейчас за голову. Обе руки лежат за головой. Большие пальцы лежат у нас на шее. А остальные пальцы переплетены и лежат на затылке. Локти вытянуты вверх. И вы сейчас на выдохе. Немножко, сжимая совсем чуть-чуть, процентов на 10. На мячик коленями надавливаем. И вы начинаете представлять, как вы хотите ребра, ваши нижние, потянуть вниз к тазу. Почувствуйте, что вы начинаете ребра тянуть вниз. И за этими ребрами вслед у вас поднимается голова. Вы приподнялись, увидели свой живот. И медленно на вдохе опустились, как будто в длину назад. То есть это не движение головой наверх. А это ощущение, что у вас ребра начинают тянуть вниз, вниз, вниз. И подбородок поднимается. И потом обратно ребра продолжают держаться. А вы плавно возвращаетесь обратно. Это можно делать всем. И тем, у кого грыжи и диастазы и прочее. Важно, чтобы вы именно ощутили, что ребра ваши начинают движение. Нам важно для здоровья нашего тазового дна и нашей коры в целом, нашей поясницы, чтобы прямая мышца живота тоже была активной. Здесь работает именно она. И плавно расслабляемся. Нет большой амплитуд. Для у кого-то, возможно, максимальной амплитудой будет просто подъем головы над полом. Совсем минимальный. И обратно опускаться. Снова на выдохе. Мяч чуть-чуть активно сжимаем. И начинаем ребрами тянуть себя вниз. Прям затягивать, затягивать. Может все дрожать. Важно не терять ощущение, что вы активно держите поперечную мышцу живота. И плавненько расслабляетесь. Никаких домиков быть не должно. Мышцы должны быть активными и максимально компактный плоский живот. Выдох. Опускаетесь. Если устали, передохните. Но потом обязательно продолжить. Нам нужно сделать еще 10 раз. Выдох. Поднимаетесь. И плавно опускаетесь. Снова мяч активно держим. Поясница лежит на полу, но не вжимается в него. Ощущайте, что движение именно от ребер происходит. И у вас должно включиться полностью все пространство. От верхних ребер до лобковой кости практически. Больше естественно будет работать верхняя часть. Потому что у прямых мышц живота есть разное включение из-за того, что они разделены такими поперечными волокнами. И еще поднимаемся и опускаемся. Вы можете так же, как и я, убирать одну руку из-за головы и проверять, а куда делать ваша белая линия живота. Ушла она внутрь или стала она более прочно натянутой. В идеале, когда вы подтянули правильно поперечную мышцу живота, ваша белая линия станет более плотно натянутой. И плавненько опускаетесь вниз. И еще приподнимаемся. Мяч не забываем сжимать, он не выпадает у нас. И последний раз. Сжали, держим. Теперь отсюда, там где вы чувствуете комфорт в пояснице, но при этом активность в прессе, возможно это вот такое минимальное положение. Представьте, что вы вот-вот хотите приподнять стопы над полом. Вы только хотите их поднять. И полностью расслабились. Вы их не поднимаете в реальности, они только мечтают об этом. Приподнялись, почувствовали активность в прессе. Живот при этом остался компактным и плоским. И вы начинаете мечтать о подъеме ног наверх. Не теряя при этом таз, ощущаете, насколько сильнее сразу включается в работу мышцы живота. И опускаемся. И снова выдох, чуть-чуть приподнялись. Удерживая живот плоским, таз никуда не смещается, поясница не вжимается. Приподнимаем, как будто стопы. И опускаем. Последний раз. Выдох вверх. Только мечтаем о подъеме ног. И плавненько опускаемся. Супер, я думаю, что вы почувствовали свой живот. Теперь мы с вами сделаем следующее. Вы ложитесь на бок. И мяч кладете себе между щиколоток. Так, здесь важно сразу попасть в нужное место. Нужно положить именно между косточек. Не между стоп, а между косточек или даже между голени. Вы вытягиваетесь в одну прямую линию. И нижнюю руку лучше согнуть под голову. И можно даже положить какую-то подушечку, чтобы было удобно. Представляете, что вы лежите вдоль стены полностью. Но при этом, когда вы смотрите вниз, вы должны увидеть свои пальцы ног. У вас ноги не должны быть там сзади. Вы должны свои ноги видеть. Отсюда мы вспоминаем наши дыхательные практики. Мы приподнимаем нижний бок. Немного верхняя рука у нас остается на полу. Помогает нам стабилизироваться. И мы сейчас начинаем давить верхней ногой в мяч. Сильно-сильно надавливаем в мяч. И как будто эту верхнюю ногу мы тянем немножко в длину. Хотим обогнать ею нижнюю ногу. Ощущаем, как подтягивается сразу весь живот. И вдох. Расслабляемся. Голова при этом остается на месте. Выдохом мы надавили ногой правой в мяч. Верхней ногой. И пошли тянуться. Хотим прокатить мяч в сторону колена. И обратно возвращаемся. Такое мягкое, но эффективное включение всех мышц живота. И обратно возвращаемся. И еще выдох. Вытягиваем, вытягиваем. Нам на первых порах нужно научиться именно приактивировать наши необходимые нам глубокие мышцы живота до начала активных движений. Поэтому сейчас все упражнения, они похожи больше на просто полежать. Не подвигаться, а просто полежать, что-то там помечтать о том, что мы двигаемся. Но на старте важно научиться именно активировать до начала движения все вот эти свои глубокие мышцы и хорошо их ощущать. Вы можете также положить руку на поперечные мышцы вот сюда и проверить, активны они или расслаблены. Как ведет себя живот. Живот должен немножечко собраться больше. Прямые мышцы живота должны приблизиться. И еще разок. Выдох. Теперь попробуйте приподнять обе ноги над полом, но не потеряв при этом нейтральный корпус. Держимся. Вытягиваем нижнюю руку. Вытягиваем вторую руку. Находим свой центр тела и держимся, держимся в этом положении. Почувствуйте, что у вас поясница не проваливается. Как только провалилась поясница, вы упали. Найдите вот этот баланс. Побудьте здесь. Два. Один. Поменяем сторону. Также берем, ложимся на другой бок. Мяч зажимаем между щиколоток. И руку под голову, ноги вытянули в длину. Нашли положение, когда у вас максимально, как будто немножко сглажена поясница. Позвоночник длинный вдоль стены лежит. Ногами сжимаем мяч. Особенно начинаем давить верхней ногой. На вдохе чуть расслабились. На выдохе надавили верхней ногой в мяч и начали скользить этой ногой туда, в длину, вдоль мячика. И плавно возвращаемся. Еще раз. Надавили. И проскользили, проскользили. Напоминаю, что вы должны видеть свои стопы. И вернулись. Ощущаем, что все это движение в ногах и давление в мяч у нас отражается на работе нашего живота, на том, как он подтягивается. И еще любое движение в теле всегда будет проходить через мышцы пресса и тазового дна. Поэтому невозможно тренироваться так, чтобы пресс не задействовался. Продолжаем давить. Я пока тут болтаю, а вы двигаетесь. И еще выдох. Приподняли две ноги. Зафиксировали. Держимся. И вытягиваем одну руку, вторую руку и ловим себя в балансе. Ищем балансовое положение. Ищем, ищем. Хотя бы 10 секунд надо пролежать. Расслабляемся. И закончили. До следующего раза.